МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В этом выпуске. Три года ждут. Почему обещанный этим летом ремонт в противотуберкулезном диспансере на Волтайска так и не начался? Цена ошибки, как семьи, которым предоставили жилье по федеральной программе, должны платить за просчет чиновников? Игре все возрасты покорны. Диктует, какой бы она захотела стать. И вот такой и становится. Как барнаульская пенсионерка изготавливает кукол, от которой хочется улыбаться. В ближайшие годы Барнаулу необходимо будет найти новые земли под жилищное строительство. Участков для введения более миллиона квадратных метров, как того требует государственный план национального проекта, просто нет. Переход страны на строительство без долевых вложений тянет за собой новые проблемы, к которым край пока не готов. Анастасия Дороган побывала на очередном совещании застройщиков, банкиров и чиновников. Ей слово. Земли всем может не хватить. Едва в Барнауле перевели дух с переходом на бездолевое строительство, возникла новая проблема. Как за пять лет в рамках нацпроекта ввести в край 5 миллионов квадратных метров, при том, что основной объем квадратов ложится на Барнаул? В настоящее время город обеспечен земельными участками, отведенными под строительством многоквартирного, многоэтажного и с учетом индивидуального жилищного домостроения в объеме 3,9 миллиона квадратных метров. Если принимать во внимание всю программу, необходимо еще миллион сто квадратных метров. Целый миллион квадратных метров планируют просчитать с генпланом. Как вариант, выход в соседние муниципалитеты. А пока называют точку под застройку во Власихе, в районе горы, новых кварталах, в центре города. Планы на поток подчеркнули требуют доработки. Но что общее, у всех участков отсутствуют коммуникации. До июля их прокладывали застройщики, а теперь банки на это деньги не дают. Я сегодня взял землю вообще без торгов. Никто не пошел. Я как единственный участник взял. Это индикатор того, бизнес хочет строить или нет. Не хочет. Почему не хочет? Нет экономики. Мы должны уже сегодня понимать о том, что там нет тех условий, когда они появятся, когда там появится инженерная инфраструктура. И для того, чтобы там начать строить сегодня, ну просто нет физической возможности. О появлении бюджетных объектов в школы детсадов уже не проблема, а кризис. На этом фоне несколько компаний в Барнауле обанкротились. При строительстве соцобъектов теперь используют федеральный индекс расчета стоимости. Он ниже регионального. В итоге компании работают в убыток или просто не берут эти объекты. Сметная стоимость строительства детского сада на 320 мест на основе ФРС федеральным индексом составляет 162 миллионов. А сметная стоимость территориальными индексами по видам работ 190 миллионов. Обсуждение новых для жилищной сферы правил в Барнауле продолжится. А сейчас все силы застройщиков брошены на объекты. Если до 1 октября они успеют возвести дом на треть, то продолжат работу над ними по-старому, без искров счетов. На новые правила пока перешли 4 застройщика Барнаула. Анастасия Драган, Алексей Фридзин. День с толком. Ну а 6 семей Первомайского района оказались в долгах из-за ошибки чиновников. Теперь они должны вернуть часть денег, которые получили по программе устойчивое развитие сельских территорий. Как могла произойти такая история и кто виноват, разбиралась моя коллега Дарья Эйдемиллер. Маленький Костя может всласть, бегать из комнаты в комнату. Теперь для этого есть место около 90 квадратов. Семья Сергеенко переехала в новый дом в селе Зудилово в конце июня. Помог денежный сертификат на 1 миллион 150 тысяч рублей по программе устойчивого развития сельских территорий. Нелли работает в бюджетной сфере. Через пару недель после того, как мечта о большом доме исполнилась, пришло письмо. Теперь супруги должны вернуть обратно в краевой бюджет 250 тысяч рублей. У нас и кредит, у нас и ипотека. Мы платим больше 32 тысяч в месяц. А нас еще попросят, чтобы мы 245 тысяч вернули. Даже если с рассрочкой, мы все равно это не потянем. И ребенок один на иждивении. Семья Ташлыковых купила квартиру в Березовке в 50 квадратных метров. Но пока живут в Боровихе, в старом жилье. У них удержали почти 90 тысяч рублей. Мы сейчас не можем даже заехать по одной простой причине, потому что в квартиру. Потому что нам надо найти средства, чтобы сделать какой-то ремонт в этой квартире. Но сказать спасибо администрации нашего Первомайского региона за то, что у них какая-то произошла ошибка. А мы за это будем отвечать. Всем участникам заранее объяснили условия работы сертификатов. Новый дом не должен быть аварийным. Площадь и суммы высчитываются по количеству членов семьи. 30% суммы на квартиру участники программы находят сами. У семьи Лукьянченко арестовали 50 тысяч рублей. В разгаре ремонт на 56 квадратах нового жилья. Тоже в Березовке. Мы не отказываемся. Просто если это законно, законно они нас требуют этот возврат. Это же получается технический сбой. У них же технический сбой произошел. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения прокуратуры Первомайского района, будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на защиту прав и законных интересов граждан. Только в пятницу прокуратура сможет дать ответ семье Лукьянченко. А ведь в подобной ситуации оказалось 6 семей. В сумме в краевой бюджет, со слов пострадавших, вернется около миллиона рублей. Часть жителей Первомайского района даже не успели потратить полученные деньги. Удержанные суммы заморозили прямо на счетах. Причина этого бюрократического коллапса – слишком большой объем выделенных средств. В этом году сертификаты на 46 миллионов вручили 33 семье. Тогда как в прошлом году такую помощь получили только три семьи. Одномоментно были поданы документы с семьями, и в том числе заведомо с неправильным расчетом субсидий. Ну, соответственно, специалист, который ответственный за реализацию данной программы, техническую ошибку совершил, так скажем. По словам Алены Лаптевой, сотрудника ответственного за ошибку уже наказали, сделали выговор. Семьям предлагают упростить возврат денег, договориться о рассрочке. Но пока прокуратура не выяснит, должны ли пострадавшие рассчитываться за чужие ошибки, денежные отношения не начнутся. Дарья Демиллер, Валентина Аскерова, Алексей Фризен, Николай Шелко. День с толком. Бывший заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко находится под домашним арестом. Краевые следователи рассчитывают, что такое положение к чиновнику продлится недолго. Свою вину Алексеенко признал. Судебное заседание пройдет в ближайшее время. Мы близки к окончанию расследования. Я думаю, что в осенний период, наверное, в сентябре, в октябре мы уже закончим расследование. Алексей признает вину, да. Напомним, бывшего заместителя обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Это не единственная к чиновник, биографию которого в последнее время изучают следователи. Еще один представитель власти, Алексей Каретников, тоже бывший служащий администрации Барнаула, обвинен в получении взятки. В деле фигурирует сумма в 26 тысяч рублей, которая шла на покупку спортивных призов, медалей и грамот. Его задержали в момент передачи денег. Тем не менее, свои вины Каретников не признают. По мнению правоохранителей, расследование продлится до конца года. Еще одна громкая история уголовного дела в отношении экс-главы Камнина Аби Федора Найдина. По версии следствия, он препятствовал законной деятельности предпринимателей. Сейчас документы переданы в Каменский суд. Ну а сейчас к одной из ключевых тем выпуска. Когда он в Алтайске начнет работу противотуберкулезный диспансер? Напомню, к его строительству приступили еще в 2011 году, но объект неоднократно замораживали. После того, как на месте побывал губернатор региона Виктор Томенко, рабочая встреча состоялась в мае этого года, строительство обещали продолжить летом. Действительно ли теперь на объекте активно ведутся работы и кто контролирует реализацию государственных средств? Узнавал моя коллега Полина Жданова. Сегодня она с нами в студии. Полина, привет! Лето к концу. Подходит вы, съездили, посмотрели, идет ли там строительство. Что сейчас там происходит? Да, здравствуй, Женя. Мы съездили, посмотрели и увидели там ничего. Точнее, увидели туберкулезный диспансер. Он по-прежнему не до строя. Но, к сожалению, я лично строителей там не наблюдала. А почему, вот это потом я уже и попыталась выяснить. И сейчас я расскажу об этом подробнее. В течение августа противотуберкулезный диспансер должен был получить заключение государственной экспертизы. Как нас заверил представитель подрядчика компании «Селф», строительно-восстановительные работы на долгострой уже в разгаре. Но о полной готовности диспансера говорить еще рано. 2021 год – только предварительный срок окончания строительства. И он может в очередной раз сдвинуться. В настоящий период времени работы на объекте продолжаются. Работы ведутся в основном по вспомогательным корпусам, таким как пищеблок, патологоанатомический корпус и прачечная. До конца года планируем максимально завершить отделку в данных корпусах. Также ведется монтаж внутриплощадочных тепловых сетей, которые планируются завершиться к отопительному периоду. Наш канал просил организовать поездку на объект с представителями Министерства строительства. Сначала съемочной группе дали добро, но потом предложили перенести экскурсию на целый месяц. Поэтому за ворота мы не попали. Однако на стройку все равно съездили. Пока находились около входа с видеокамерой, ни охранник, ни какие-либо рабочие к нам не вышли. Не было видно и работающей техники. Думаю, три года назад было не лучше. Фактически объект без консервации простоял три зимы, более чем три года, три с половиной года. На сегодня, в 2016 году контракт был расторгнут Минздравом. И был заключен контракт в ноябре 2017 года на 800, ну сейчас, в сегодняшних ценах, на 840 миллионов рублей с ООО «Селф» на достройку этого объекта. Представитель строительной компании «Селф» сообщила нам, что на стройку уже потратили около 80 миллионов рублей. Эти деньги, с ее слов, ушли на восстановление зданий. За несколько лет простоя они начали разрушаться. Три недели подряд мы направляли запросы в Минстрой, чтобы получить подробный ответ по поводу того, кто контролирует финансовые сметы этого объекта и куда тратятся деньги. На момент нашего эфира ответ так и не пришел. Говорят, нет специалистов, все ушли в отпуск. А я напомню, что губернатор в конце мая в рамках пресс-тура на объект был возмущен тем, какое количество средств из бюджета уже пропали на этой стройке. Ну принцип мне представляется здесь должен быть такой. Уже накушались на этом объекте, поэтому семь раз отмерь, один раз отрежь. Возможно, какие-то работы и ведутся за стенами, но нам не удалось их увидеть. И по-прежнему не ясно, есть ли контроль министерства строительства за этим объектом или он прописан лишь на бумагах. Дождемся ли мы топ-диспансера, тоже большой вопрос. Но мы будем следить за развитием событий и дальше. Полин, хочется верить, что это просто нам не повезло, они в то время приехали. Но тем не менее, еще раз подчеркну, что мы открытые для всех мнений, открытая площадка, ждем официальных комментариев от министерства. Ну а пока к другим темам. Ну вот героиня нашего следующего сюжета с легкостью закрывает глаза на все проблемы. В то время, когда девочки всего мира играют в большеглазых странной красоты китайских кукол, она создает настоящие, почти живые произведения искусства. В куклах барнаульского мастера Надежды Воронцовой есть душа. Каждая деталь наполнена любовью. Наверное, потому, когда смотришь на них, улыбку не могут сдержать даже самые взрослые и серьезные. Ну а пока улыбаетесь, не забудьте ответить на вопрос, который прозвучит сейчас в сюжете. И разгадать тайну мастера. Очень им нравилось дружить. И на полочке ночью они стояли рядом. Кукла Маша, кукла Даша. Надежда Воронцова играет в куклы, несмотря на возраст и на то, что основная профессия далека от творческой. Она учитель литературы, а в недавнем прошлом лаборант в рентгенотделении. Возвращаясь из взрослого мира, она попадает в свой сказочный, где все герои на одно умилительно доброе лицо. Это как почерк. Вот в первом классе приходят вот такие вот буквы, а потом уже буквы и почерк. Вот куклы так же. У каждой свой характер, своя душа. Вот добрая Катя, вот модница Алина. Это все время ворчит, как старушка, а кто-то, кажется, влюбился. Но у каждой есть один обязательный пункт, тот самый почерк. Он-то и вызывает улыбку. Разгадайте сами. Если нет, ответ в конце сюжета. А начинается все так. Вот с такого шара. Берется и формируется лицо. Это будущий нос, это будущие щеки. Говорит, как только берешь в руки материал, уже слышно голос будущей куклы. Кажется, так уже было в какой-то сказке. Все предметы одежды, как для любимых детей, мастер создает вручную, учитывая пожелания требовательных заказчиц. Вот она сама себе диктует, какой бы она захотела стать. И вот такой и становится. Кукольный трикотаж заказывают за границей, а отечественная сделана теплыми руками мастера. Обувь из натуральной кожи, выполненная на крошечной колодке. Недавно Надежда стала победителем конкурса фестиваля народов Сибири. Теперь сама проводит мастер-классы. После рождения каждая кукла начинает жить своей жизнью. И, возвращаясь к большеглазам из Китая, русские дети увлеченно играют в русские куклы. На какой мультик пошли? На карелле львами. Они красивые, и когда на них смотришь, тем появляется улыбка. Тебе подружки заведуют, что у тебя такая бабушка? Да. Говорят, женщина напитывается энергией через творчество. Надежда желает каждой найти дело, которое наполняет теплом мир вокруг. Евгения Даровска и Илья Халяпин. День с толком. Ах да, нашли обязательную черту, которая есть в каждом из этих серьезных лиц? Ну, конечно, конопушки. Ну что ж, через несколько секунд о погоде спонсор компании Валар. У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Подписывайтесь и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok